Привет, меня зовут Хелл Браш, и сегодня я тебе расскажу инструкцию по выживанию или как заработать на твоем творчестве. Кстати, это может быть полезно не только художникам, но и другим творческим людям. Итак, ты художник, но думаешь, что же нужно делать, чтобы продать свое умение? Где взять заказы? И как вообще начать зарабатывать? Но перед тем, как я продолжу, подпишись на канал, залепи лоис и жмякни колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще у меня есть инста, вк и другие социальные сети, где есть интересный материал и мое творчество. В общем, жду тебя там. И посмотри ролик до конца, а после напиши в комментарии свои способы, как ты зарабатываешь. Возможно, это будет что-то новое, и я это включу в свой новый ролик. Запомни, социальные сети теперь твой друг. Начни с того, что тебе надо завести свои личные страницы в социальных сетях, если ты этого еще не сделал. Например, ВКонтакте, Фейсбуке, Артстейшн, Твиттер, Инстаграм или прочие другие социальные сети. Ну, ты сам, наверное, знаешь, какие тебе лучше. Возможно, ты уже, кстати, завел. Далее надо оформить их согласно своему стилю или типа того. Главное, чтобы ваше оформление говорило само за себя. Кто вы, чем занимаетесь и какой ваш уровень мастерства. Для этого можно посмотреть на уже состоявшихся коллег в вашей сфере и по аналогии сделать из себя. Главное, не воруй один в один, а то найдут и запинают. Шучу. Смотри, анализируй и делай свое. Еще можно почитать в сети про такую вещь, как личный брендинг, хотя я думаю, в других роликах я об этом поподробнее попробую рассказать. Пока продолжим дальше. Конкурсы и друзья. Далее делаем конкурс в любой социальной сети у себя в группе, например, 10 халявных портретов или типа того. Потом просим своих друзей поучаствовать в нем. Так мы, как минимум, уже получим 10 репостов, а с них уже и увидят их друзья вас. Если регулярно устраивать такое, то уже в скором времени при правильном подходе у вас будут уже ваши первые клиенты на те самые портреты, которые вы рисовали у себя в конкурсе. Еще, например, можно написать разным музыкантам и поработать на бартерной основе. Вы делаете для них арт, а они указывают ссылку на вас в посте с релизом альбома, в котором ваша обложка. Так вы сможете спустя время набрать базу клиентов, в которой нужны обложки, логотипы и прочие оформления. Такой, кстати, фокус можно делать с любыми сферами, где нужны графические работы. Это и группы разных форматов ВК, и фан-сообщества, и многое другое. Еще есть способ это участие в конкурсах, где есть организаторы. За такие ивенты вы получаете шанс выиграть призовые места, где бывают довольно-таки неплохие призы, так и просто, чтобы вас заметили другие клиенты, и, возможно, им понадобятся ваши услуги. Работа за процент. Тут можно договориться с людьми, у которых есть площадки и клиенты, но нет рук, как выполнять для них графические работы. Например, есть некий арт-паблик, который публикует картинки, и у них аудитория, скажем, ну, 10 тысяч подписчиков или 100 тысяч подписчиков. Не имеет значения, главное, что она больше, чем у вас. Вы им пишите, мол, давайте вы будете продавать мои услуги, скажем, портрет для ваших подписчиков, а мне процент за выполнение. Если правильно договоритесь, то я уверен, вам не откажут, и вы заработаете свои первые, ну или не первые деньги. В общем, это будет круто. Кстати, прямо сейчас подпишись на мою социальную сеть, ссылки в описании, чтобы не пропустить вторую часть этого ролика. Она уже, кстати, в работе. Еще подписку на канал проверь и лось колокольчиком, ну ты сам все знаешь. Опиши в комментарии, как ты продаешь свои услуги, возможно, это поможет другим людям. Как продать еще свое творчество, мы затронем во второй части этого ролика. А пока спасибо за просмотр и посмотри другие видео мои, они тоже очень полезные. И до встречи в новых роликах.